Радуга-3 Природа охранного прокурора Малышам о природе в детском саду Петушок прошел урок на экологическую тему Скандинавов вокруг становится все больше Скандинавская ходьба в нашем районе приобретает широкую популярность Вчера в зале администрации района обсуждали проблемы экологии Личный прием граждан проводил исполняющие обязанности Самарского межрайонного природоохранного прокурора Он курирует вопросы охраны окружающей среды и природопользования А также вопросы защиты прав предпринимателей в указанной сфере Мы готовы дать консультации по вопросам охраны окружающей среды и природопользования В том числе по вопросам защиты прав предпринимателей в этой сфере Познакомить с новинками законодательства Кроме этого предоставить свое видение решений тех или иных проблем данной территории Обозначил цель своего визита Афет Максимов Всего же в этот день к областному гостю обратились два человека Постоянно горит, а мы задыхаемся Так в нескольких словах обозначил свой вопрос житель поселка Сургут Речь шла о брошенных площадях бывшего мясокомбината Горит не просто крыша, не рубероид, ничто, а горит пенопласт На крыше находится 20-сантиметровый покрытый крыша пенопластом Сверху находится железо и покрытый уже рубероидом Что произошло? Все метчики, кто ворует металл, срезали изнутри балки Видать, резаком, все это воспламенилось Тут же вызвали МЧС, ребята попытались потушить Но, как вы понимаете, под железом это очень проблематично И вот, все это горело, все это весну Да, пластик горел, конечно, дышать было нечем Не просто пластик, а пенопласт Пожарные приезжали очень много раз, затушить это было невозможно Несанкционированные свалки волнуют жителей района не меньше других проблем Второй вопрос касался именно этой темы Продолжая разговор, Афет Максимович отметил, что в настоящее время На законодательном уровне активно поддерживается направление профилактики административных правонарушений В связи с этим необходимо разъяснять жителям информацию о возможной опасности И неприятных последствиях, которые может повлечь за собой несоблюдение правил природопользования Надежда Щипайкина, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3» Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области проводят рейды на мини-рынках Где продаются саженцы и семена цветочных и плодово-ягодных культур Инспекторам необходимо проверить законность приобретения и реализации посадочного материала А самое главное – его качество Оказалось, что практически на всех рынках имеется товар, реализующийся без необходимых документов Подтверждающих посевные и сортовые качества растений Семена цветов и ягод, саженцы, кустарников и деревьев должны быть обязательно внесены в государственный реестр Они должны быть адаптированы к климатическим условиям среднего положения Ведь большинство саженцев привозятся в Самарскую область из южных регионов В основном из Краснодарского края, Республик Узбекистан и Молдовы Такой посадочный материал вряд ли будет активно плодоносить И даже может погибнуть в холодное время года Для того, чтобы не разочаровываться в приобретенном товаре Покупателям не нужно стесняться просить продавцов показать им имеющиеся у них документы Которые бы подтвердили качество саженцев и семян и их сортовые характеристики Воспитанники детского сада «Петушок» в поселке Сургут На этой неделе провели увлекательный и познавательный урок на тему экологии Преподавателями у них значились представители сергиевского лесничества Которые не только рассказали малышам о пользе леса, но и высадили с ребятами несколько саженцев Привлечь внимание подрастающего поколения к тем негативным последствиям для лесов Которые возникают в результате неосторожного обращения с огнем, захламлением мусором, незаконных рубок Таковы основные цели этого импровизированного урока Ребята слушали внимательно, задавали вопросы, рассказывали стихи Ходит по лесу лесник, он шагать лесу привык Здесь ему совсем как дома, все ему давным-давно знакомо Знает он не взря в лицо каждый куст и деревцо Проводили беседу с детьми, приглашали лесничих, чтобы они рассказали более подробно детям о том, как нужно вести себя в лесу, для чего нам нужен лес То есть, чтобы дети более широко об этом узнали Не откликнуться на приглашение воспитателя лесники просто не могли Довольно редки стали подобные мероприятия Посему нужно пользоваться любой возможностью, чтобы пропагандировать уважительное отношение к лесу Тем более, чаще об этом нужно говорить детям Ребятам рассказали о правилах поведения в лесу в пожароопасный сезон О работе лесного хозяйства, о растениях и деревьях, растущих в наших лесах И об обязанностях каждого беречь и сохранять природу родного края Нельзя лесу зажигать костры, разбрасывать мусор, а то могут быть пожары С ранних лет надо детей приучать любить природу Без леса это нет жизни Лес это жизнь Солнышко и хорошее настроение сопровождали все мероприятие Дабы закрепить весь полученный материал на практике Под руководством взрослых дошколята поучаствовали в посадке молодых деревьев Саженцы и рябинок высадили на участке детского сада О глобальных проблемах экологии вселенского масштаба говорили уже за круглым столом Здесь участники не дети, а те, кто работает с детьми Проблема экологического воспитания детей стоит остро И это одна из задач нашего дошкольного учреждения И мы проводим большую работу с родителями, с детьми, с педагогами Я вам предлагаю ответить на такой вопрос Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы остановить такую колоссальную нагрузку человечества на природу? Говоря о важности воспитательного элемента, применимого как для детей, так и для взрослых Воспитатели напомнили друг другу простые правила Все связано со всем, все должно куда-то деваться Природа знает лучше и ничто не дается даром Гарантом экологической безопасности может служить только экологическое образование Оно должно начинаться с самого юного возраста Начиная с малого, мы заботимся тем самым о природе родного края То есть сохраняем, бережем и прививаем это с самых малых лет детям Круглый стол продолжился обсуждением изложенной информации Развернулась дискуссия и по многим другим вопросам Надежда Щипакина, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3» Скандиновская ходьба В нашем районе ей увлекаются все больше и больше Если раньше можно было говорить, что данный вид упражнений исключительно для людей мудрого возраста То сейчас скандинавской ходьбой чаще стало увлекаться молодежь С недавних пор на базе Суводольского спорткомплекса «Олимп» работает секция по скандинавской ходьбе Занятия проводятся три раза в неделю На одном из них мы и побывали Перед началом тренировки обязательная разминка Традиционные наклоны, повороты туловища Необходимо, чтобы тело подготовилось к нагрузкам Они лишь на первый взгляд незначительные И со стороны может показаться, что ничего особенного в таком виде, как скандинавская ходьба, попросту нет Однако регулярные занятия могут дать более чем заметный эффект Я весил 95 килограмм в плане сжигания калорий Сейчас я вешаю 70 килограмм Один раз пришел на день физкультурника в прошлом году И решил попробовать, посмотрел, люди ходят Мне это очень понравилось Во-первых, это очень динамично можно идти Если иметь в виду в плане сжигания калорий, то равносильно бегу И мысли и душа приходят в одно равновесие Вообще себя очень хорошо чувствую Александр Минеев один из 20 регулярно занимающихся скандинавской ходьбой на базе спортивного комплекса Али С сентября прошлого года здесь открылась секция по данному виду спорта Ведет занятия Вера Панфилова Молодой инструктор, прошедший обучение не только в специальном центре В городе Самара, но и в Санкт-Петербурге Скандинавы, а именно так называют занимающихся этим видом спорта Отзываются наставники более чем уважительно Очень хороший тренер, грамотный, как специалист, как тренер Ну, вообще нравится мне заниматься у него в секции Для кого-то час, проведенный на свежем воздухе, это приятное времяпровождение Кто-то хочет получить больше нагрузок, чтобы сжечь пресловутые калории Ко всем здесь индивидуальный подход Как бы то ни было, можно сказать, что скандинавская ходьба всем возрастам покорна Для людей моего возраста, я являюсь пенсионером, это самая щадящая и отличная, так сказать, нагрузка, тренировка Потому что, ну, не ощущается какое-то такое, что ты приходишь усталый Вот, например, я ходила, если там на аэробику, я оттуда выползала, давление поднималось А вот от скандинавской ходьбы давление не поднимается, чувствуешь только легкость У старшего возраста эта амплитуда там совсем другая То есть мы рассматриваем, если сделать градацию по возрасту, то к пенсионерам и другой совсем немножко облегченный вариант Для молодежи, конечно, требуется, чтобы они больше вытягивали руки, чтобы они их вытаскивали за спину Чтобы это было уже больше работы мышц Сейчас в секции занимаются больше людей старшего возраста Однако в планах у наставников в скором времени организовать исключительно молодежную группу Которой и требования будут другие, и результат соответствующий Желающих здесь ждут с нетерпением Главное, чтобы стать частью семьи любителей скандинавской ходьбы, многого не надо Надо просто прийти в понедельник, среда, пятница Если, конечно, предварительно можно позвонить администратору Потому что бывают всякие накладки, бывают погодные условия нелетные, мы не можем ходить Ну, так может любой желающий прийти, заниматься Минимум инвентаря и максимум желания Вот смесь, которая обязательно поможет в скандинавской ходьбе Одержать победу над самим собой И приобрести еще одну частичку здоровья Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3» В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег Передаем вам слово Время выбирать представителя Внутри партийной праймерис площадка, где каждый желающий занять выбираемый пост, может представить свое видение будущего В числе кандидатов в кандидаты в Самарской области 5 человек Директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Шевченко Депутат губернской думы Виктор Воропаев Директор Тольяттинской школы Татьяна Подоляка Представитель другого региона, советник севастопольского губернатора Николая Брусникин Он родом из Тольятти И действующий глава 63 региона Дмитрий Азаров Каждый акцентирует внимание на принципиальных позициях в своей программе Президент в своем послании поставил задачи буквально поколенческого масштаба Мы с вами вместе попытались те задачи, которые поставлены президентом Проанализировать и понять вместе, как их можно реализовать на территории Самарской области Очень важная задача для нашей страны возобновление роста численности населения Изменения демографической ситуации Мы должны переломить эту негативную тенденцию И, конечно, из этой задачи раскрывается огромное количество целей И, я уверен, программ, над которыми мы вместе будем работать Необходимо принятие дополнительных мер по развитию конкуренции Снижение роли государства, в том числе на уровне субъекта Дополнительные меры стимулирования малого и среднего бизнеса Достижение лидерства в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Открытие для самарской промышленности бизнеса новых, в первую очередь, азиатских рынков У пожилых людей должны быть достойные условия для активного здорового долголетия Главное, мы должны добиваться увеличения размеров пенсии Обеспечить их регулярную дексацию, причем выше темпов инфляции Главная задача праймериса – определить общие для всех партийцев идеи А также того, кто будет их представлять Потому самая значимая составляющая процедуры – это оценка членов объединения со всех территорий Стратегическое развитие территории – это очень важно как для власти, как для меня, для должностного листа, для жителей Так как мы должны знать, что нас ожидает и через три, через пять, и через десять лет Когда люди знают, что, допустим, через три года у них будет построен один объект, через четыре года другой Это успокаивает людей, ну и способствует более комфортному проживанию жителей Давайте работать на то, чтобы быть богаче и лучше жить Для этого надо работать. Я люблю работать. Я работаю с 18 лет, у меня 50 лет стажа Я не хочу бросать. Дайте работу и достойную зарплату Вот то, что предлагал сейчас Азаров Я считаю, что такие встречи надо проводить как можно чаще Потому что здесь мы узнаем дальнейшие наши пути развития Как направление Очень интересно было направление по детским учреждениям, школам Впереди предстоит еще несколько аналогичных встреч в рамках праймерис в Самаре и Тольятти На них в общей сложности должны собраться все представители партии на всех территориях в регионе Окончательное слово, кто же будет выбран представлять интересы политобъединениям, будет сказано 19 июня Анастасия Зубарева, Тимур Набеев, Новости губернии На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра Информационная служба продолжает следить за развитием событий В студии был Дмитрий Сруков. До свидания Субботу 19 мая на территории Сергиевского района ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди Температура воздуха 29 градусов тепла Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха 24% Ветер юго-западный 5 метров в секунду Подписывайтесь на наш канал Редактор субтитров А.Семкин